Здравствуйте, уважаемые зрители, друзья, блогеры. Сегодня 7 августа, блогер из Перми, сотрудник КГБ, Пальмин, Бессонов, Себорисов. Еще раз огромное спасибо за поддержку моего канала, поддержка существенная и так далее. Ну вот тема сегодня, опрощение, выступление, если хотите. Да, я прошу прощения за небытость, выходные дни, а я на даче, поэтому, так сказать, я, в общем-то, мягко говоря, особо и в понедельник я приведу себя в порядок, поэтому прошу меня не критиковать за небытость и так далее. Значит, ну, друзья мои, ну вот прошел голосование, причем его проводил Караулов Андрей, по поводу доверия Владимиру Путину, да, там проголосовало было 2 миллионов человек, и он остынул голосование, и там цифра доверия не превысила 2%. То есть, конечно, можно говорить, что там оно не легитимно, там голосовала определенная аудитория, и так далее, все это так. Но вы понимаете, даже в этих условиях 2% из 2 миллионов проголосовавших, ну, это катастрофа. И на самом деле уровень доверия, уровень, если хотите, легитимности власти, он придет просто к нулю, люди просто перестанут реагировать, да, ну, невозможно всех насиловать, изнасиловали, изнасиловали пострадали все. Не пострадали жулики, олигархи, варьё, бандиты, те не пострадали, остальные граждане не пострадали все. Поэтому, ну, о какой доверии можно говорить? О чем вы говорите, да? Когда мы говорим о сегодня, на сколько процентов выборов сфальсифицировать, на 50, 70, или только на 20, да, сколько вбросят, сколько и так далее, ну, люди же это все видят, это же все происходит, так сказать, на глазах, ну, только в судах творится это, даже нет смысла говорить, потому что, ну, какой смысл? Вот, поэтому, ну, уровень легитимности власти будет все сходить на нет, на нет. Кстати, помните, что делал Ельцин с войной в Чечне, да, он фактически накануне выборов в 95-м году ввел войска в декабре 94-го года, причем ввел с грубейшим нарушением законодательства. То есть, фактически, вот те офицеры, кто, руководители прокуратуры и особых отделов, кто подписал эти все приказы, геноцид, война была призвана в Чечне геноцидом, они не должны уйти от ответственности, да, и самое страшное, что люди, которые породили вот это все безумие 90-х годов, ну, одна цифра, которая, на мой взгляд, всех убивает. В эти годы 2 миллиона детей были безбеззорными на улице. Кстати, Путин отчасти их убрал, и поэтому благодарность ему за это хотя бы, да. Но дело не в этом, то есть, да, фактически, ну, то, что происходило здесь, в стране в 90-е годы, вообще никакого отношения к праву не имеет. Вот помните, банды бегали с пистолетами, ничего не забыли, у нас не нормы ни СНИПов, ни ГОСТов, про ГОСТов они вообще отменили, и так далее. Гоцидикус, плеск раковых заболеваний, в следствии того, что питаемся мы, питание, так сказать, с нарушениями всех мыслимых норм, и все придет к тому, что люди просто перестанут смеяться в лицо этой власти, она настолько будет нелегитимна, настолько непопулярна, что он просто вынужден будет убежать, и так далее. Но он к этому идет, и уже осталось действительно немного, потому что, ну, дальше так невозможно. Мы просим сегодня вопрос один стоит. Дайте нормальные легитимные выборы, приведите нормальных людей во власть. Ни жуликов, ни прохандинцев, ни пройтог, ни лизоблюдов, а нормальных, да, так сказать. Ну, к сожалению, это все гласфопиющего. Ну, и прокурорская система, система прохандинцев, она вся разрушена. Нас повыгоняли, таких, как я, сумасшедших, кто там ругался, требовалось что-то расследовать. Кстати, ну, вот то дело, вы знаете, я говорю, 05.06.12 в Москве, когда девочка пострадала, ну, они пришли убивать семью, чеченцы эти. И 78-я статья, там тоже, там убийство не попадает, ну, там, ну, гость, в данный сентябрь, там все это расследовать, предупредить обвинение, сажать. То руководство подразделения ФСБ на скамью подсудило их, ну, разбираться с ними психушками, что-то своей дожди. Но тем не менее, мы все это пережили. Мы живем в состоянии, ну, краха полного, понимаете. Ну, причем люди, у людей в глазах такая безнадега. А вот посмотри, что творится в регионах, в селах, в деревнях, в малых городах. Люди вообще забыли, что есть суды, что и какие-то права у них есть, что что-то защищают. Они боятся какой-то пожаловаться, потому что без работы останешься. А что такое небольшой город остаться без работы? Какая там позиция тут? С голоду умрешь и не увидишь. Поэтому вот такие дела. Такая ситуация, ситуация полной безнадеги, полного краха. И это на фоне фактически деградации, разрушения всех институтов государства, всей экономики государства. Ничего не построили, ничего не сделали. Даже телефон у меня, Samsung, это все импортные и так далее. Поэтому крах власти неизбежен. Владимир Путин придет к тому концу, к которому он пришел. Другое дело, что нам-то жить надо. Трудиться нужно жить, детей воспитывать. Экономику, литературу создавать, создавать научные школы. Но чего-то он сделать не может. Поэтому он приведет к гибели страны. Это будет совершенно всем очевидно. Спасибо, важный социализм.